На окраине города Шиншилянска, в маленьком домике, жил доктор. Звали его, вернее ее, доктор Чинча. Так как жила она далеко, то каждый день за ней приезжала машина скорой помощи и везла ее на работу в больницу. Доктор Чинча была очень деятельная, как все молодые доктора. День она начинала с общего осмотра. Чинча была совсем еще молодая девушка, но все ее уже уважительно звали Чинча Айболитовна. Она была очень хорошим доктором и очень любила свою работу. Когда пациентов не было, она постоянно наводила порядок и все время что-то улучшала. Она даже сама ремонтировала больницу. Даже крышу сама чинила. И даже машину скорой помощи она лично осматривала по нескольку раз в день. А еще она сама заготавливала лекарственные растения. Но жители Шенчелянска болели редко и доктор немного скучала. Ну где же вы, пациенты? Но однажды случилось вот что. К ней в больницу привезли маленького Шеншеленка. Шеншеленок был совсем крошка. И был совсем один. И куда делись его родители, неизвестно. Видимо, он потерялся. Доктор Чинча даже чуть-чуть растерялась. Откуда он взялся? Потом она тщательно осмотрела его и даже взвесила. Малыш был здоров, но, видно, очень переволновался. А еще он был ужасно непоседлив. И все время хотел удрать. И как только доктор на секунду отвлеклась, чтобы приготовить ему витамины, он тут же сбежал и спрятался. Доктор окончательно растерялась и очень расстроилась. Никогда еще у нее не терялись пациенты, тем более малыши. Доктор Чинча На окраине города Шеншелленска, в маленьком домике, жил доктор. Звали его, вернее ее, доктор Чинча. Так как жила она далеко, то каждый день за ней приезжала машина скорой помощи и везла ее на работу в больницу. Доктор Чинча была очень деятельная, как все молодые доктора. День она начинала с общего осмотра. Чинча была совсем еще молодая девушка, но все ее уже уважительно звали Чинча.